Девушки отдыхают 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 ПЕСНЯ А конь-то где? Конь! Будет тебе конь! ПЕСНЯ Ай! ГАДИЛАДИ! ПАКА! ПЕСНЯ Продолжение следует... 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 который только начинает заниматься ископаемыми ящерицами и только-только начал заниматься динозавров. Он сказал, это динозавры. Если можно, постарайтесь собрать еще. Так, легко сказано, да? Для этого нужна палатка, нужны рабочие, нужна машина, шатер, поваритка и так далее. Ну вот, я иду к этому вот Чавану Николаю Николаевичу, да, и сразу прошу. Он выделяет мне машину, это был сентябрь, а нашли кость в июне. Вот, это был сентябрь. Он выделяет машину одного студента, и все, я, весь отряд. Мы едем на Кулинто. Вы знаете, вот говорят, везет, да? Вот нам сразу повезло. В канавах, а мы знаем, что Кулинто перевод «змеевая». Все-таки сентябрь, а вдруг там эти кубы, змеи, да? Немножко страшновато было, но ничего не казалось. Ну так вот, значит, буквально в первый день мы поставили нагрет. Вы слыхали здесь, повар кричал, картошка готова, спускайтесь. В первый буквально маршрут на одну из канав мы нашли серию костей. У вас здесь в музее есть плита с двумя лопатками. Вот посмотрите эту плиту, когда будет выставлена плита. Гляньте, это практически первые сборы. В канаве номер три, а мы их считали по порядку, значит, по северу на юг, по левому склону. Первые сборы. Потом были другие и так далее, и так далее. То есть мы благодарны начальнику Чикаго и съемки, потому что если бы он не дал машину, ну что, есть одна кость. Все. Таких местонабжений очень много в России. Одна косточка, две косточки и все. И здесь также было бы закрыто. Это просто действительно Николай Николаевич, он сам хороший геолог. Он дал деньги, дал машину, дал шофера, дал студента, мы нашли. Но, значит, в 2010-2011 года у нас был вот этот московский палеонтолог Алифанов. Знаете, поступил, я считаю, нечестно. Потому что забрал коллекцию 2010-2011 года, не принимая никакого участия, вот, и все. Никаких определений, ничего абсолютно не следовало. Мало того, в комсомольце, в Москве там и так далее, в газетах пошли статьи. Беологи на бегу открыли местонахождение арбелёных динозавров в Кулинде. Какие биологи? На каком бегу? Понимаете, я когда почитала, не потому что мне там надо, вот, синица. Поставили бы и проект Сарана, институт, вот, сотрудники проект Сарана. Нет. Но зачем? На бегу геологи открыли местонахождение и так далее. Там для кого было прилично. Ну вот, в 2012 году уже начали по поводу Кулинды писать мне из Благовещенска. А в Благовещенске, в черте города, есть местонахождение проекта политологического отдела, что ли, Дальнего Восточного института, Болотский. Вместе с сыном, сын тоже Болеонтон, написали, что хотели бы приехать к нам. Но они занимаются динозаврами, которые молодые. 100-65 миллионов лет. А у нас 160 миллионов наших. И потом, я уже говорила, несколько раз, когда выступала здесь, они привыкли, как собирать остатки. Кишечка, да, маленький там скальпель, ножик. Они выковыривают под рыхлой породой и все. Простите, мы на Кулинде лупим, да, монотками целый день, понимаете, стучим. Некоторые студентки, вот я говорю, честно, уходят, здесь камень, где они, да, а вот она пошла. Единственный человек и студенток, который не реагирует на вот эти удары. Другие говорят, у нас голова разваливается целый день. Тюк-тюк, тюк-тюк, тюк-тюк. Вы что в самом деле говорили? Ну вот, значит, это был 12-й год, что к нам присоединились благовещенцы. А благовещенцы уже 20 лет работают с бельгийскими. Есть такой Баскар Годефруа, бельгийский фалеонтолог, вот с Королевского, здесь говорит, да, института, который практически является экспертом динозавров в мире. Где открываются новые местонахождения, его сразу вызывают. Вы знаете, эксперт, есть эксперт. Он привык, ему зеленая улица. Он привык, ему перед ним все и так далее. А у нас, какая зеленая улица, бери молоток, и вот то, что он тут с молотком, с лопатой, ну, ребята, это, извините, работа на публику. Потому что ничего он не копал. Он купил, ему не понравились наши лопаты, он говорит, и он здесь у вас, в Черношевске, купил китайские с красной ручкой. Кто из вас покупал эти лопаты с красной ручкой, знает, что только вы берешь, это вот раз и ломается сразу. Вот так он этими лопатами пытался что-то там выковерить. Это работа была на публику. Конечно, он не копал и корла, и лопата ему не подняли, потому что, ну, не тот, и возраст не тот, и сноровка не та, и так далее. Ну, так вот, это был 12-й год. 13-й год, это уже была международная экспедиция. 23 человека на нашем лагере. Представляете себе, что это такое? Мало того, это были волонтеры из Бельгии, это были французы, операторы. Ну, Благовещенск где-то 7 человек, и наш отряд где-то 8 человек. Вот эта вот компания такая собралась. Нагодки были очень интересные, потому что здесь, в этом, в газете, в вашей газете, маленькая заметочка о том, что нашли, значит, на улице череп. Давайте по-честному, их у нас около десятка. Другое дело, что это не впечатляющий череп. Это вот такой маленький черепок, который в породе вот так приплюснут. И добыть его, это надо систему вот этих вибро-всяких инструментов, которые зубы будут. Ну, вот, примерно такое. И то, это не всегда, потому что, начиная выть, отлетает отломок, отлетает, там, допустим, зубы, или там верхняя часть этого маленького черепочка. Поэтому черепов много. Другое дело, что вот Болотский из Благовещенска забрал их для того, чтобы отприпалировать, снять породу. У нас таких инструментов в Чите нет. Поэтому, конечно, около десятка черепов сейчас в Благовещенске, и он будет припалировать их. Это был 13-й год. Значит, когда, вы помните, здесь была презентация, где-то ступала француженка. Мы задали ей вопрос. Мы получим фильм, который она снимала? Она сказала, если купите. Таких денег у нас нет. Поэтому купить этот фильм вряд ли мы можем. Если даже скинемся в него. Да, потому что наверняка это будет прилично. Потому что это французская фирма, она снимали по заявке Паскаля, это Бельгия, то есть это там такие высокие материи. На 14-й год. В 14-м году, значит, у нас были только Благовещенцы. Никаких новых не было сенсационных находок. И вот заканять этот год, 15-й год, значит, ну, во-первых, у нас смена власти в институте. Значит, бывший директор Птицын, который принимал активное участие в нашей экспедиции, и так далее, и так далее, вот он увольняется, уходит на пенсию, и по болезни. Вот, приходит новый. Новый как-то сразу включился. Вот тут же мне позвонил, сказал, если жара в пекле не работать, людей наладить и в речку. И сидите, так сказать, ради Бога, чтобы не было никакого солнечного удара. Мы это и делали. Но нам не повезло всем. Когда Паскаль приехал из поля Читу, через два дня у него микроинфакт, или микроинфакт, я так на сих пор не знаю, он в больнице. Сейчас подключился Ильковский, там, и так далее, потому что караул, все. И дальше будет спрашивать меня, а может быть и перепроет кислород, чем он занимался в поле. Но я вам честно говорю, то, что здесь показано было, это на кубике работа. Ничего он не копал. У меня есть два граняка из Ново-Илимска. Это мальчик, да, двухметровый Витя, который копает так, что не снимается никому. Он пульдозит, мы его называем. И другой, поменьше, да. Испительно, вот, я в них как будто садо-пасухой. Мы с Таней подходим, раз-раз сняли, да, породу, которую нам надо, завалили все, а Витя и Юра, бедные, после этого, после нас чистят все. Вот сейчас мы к вам ехали, а там завалили так, что я не знаю, расчистят они до завтра или нет. Вот такая работа. Что мы нашли интересного? В этом году действительно, если почему, как только иностранцы уезжают, нам начинает везти. Идут кости, идет все. Как только иностранцы приезжают, нас ничего нет. Вот они ходят по пустой породе, там что-то колотят. Значит, ну, я не знаю, вот что за такая судьба. Значит, у нас много лопаток. Так, значит, поскольку вы видели, это маленькие зверки растительные, ядные, ну, может быть, 80 сантиметров в холке, длинные из-за хвостов. Вот. И у них маленькие лопаточки. Это вот такие лопаточки. И у нас где-то около 3-4 лопаток, да. Прямо буквально подряд. Потом Юра, который горняк, находит челюсть, а Витя, чтобы не оставать там рожица, находит огромный позвонок. Понимаете, позвонков у нас очень много. Позвонки, вот если видели, шейные, позвонки туловищные и позвонки хвостовые, они отличаются резко. И практически так, шейных мало и мало туловищных. А в основном хвостовые эти позвонки идут в шикарный большой позвонок. И у нас не было кожи, да. Пошла кожа. И так далее. То есть, мы можем... Да, там 3 черепа. Может быть, почему вот это, когда ушло интервью, значит, может быть, у Паскаль, а может быть, у Болоски сказали, что нашли череп. Да, действительно, нашли череп. Какой череп? Ну, представьте себе, вы нашли находку, естественно, идете к специалисту. Специалист говорит, не знаю. Вот мне так ответил Паскаль. А я не знаю, что их такое. Что мы нашли. Болоски говорит, я не знаю. То есть, они практически, может быть, новое что-то. Может быть, это какой-то возрастной, да. То есть, дети, там, бабушки, дедушки и так далее, и так далее. Может быть, что-то связано с такими временными. А может быть, действительно, новое какое-то. Почему? Паскаль считает, что вся коллекция, которая собрана, а сейчас около тысячи образцов. И, вы знаете, вот вы видели скелет, видели, а, вот он. Так вот, я вам скажу так. Значит, у нас был ученый совет. И одна дама, которая такая, ну, продвинутая, не геолог, говорит, а какое отношение имеете вы к реконструкции этого скелета? Знаете, я вначале потеряла даже речь. Я говорю, как? Да. Она повторяет вопрос. Я говорю, вот если бы вот этого не было бы никакой реконструкции, то есть это просто большой специалист Паскаль по вот этим разрозанным косточкам составит скелет Кулинда Дромеуса. Это не каждый может. Не каждый палеонтолог это может. Я знаю, что у нас классные есть палеонтологи, но сделать реконструкцию по разрозанным костям это только специалист высококлассный может сделать. Ну вот, значит, и так, что же мы нашли и опять перед чем мы остановились? У нас не хватает, посмотрите, если вы глядете, у нас не хватает конечностей, то есть кисти, должны быть кисти, обязательно не хватает. Не хватает позвонков шеи, то есть можно, конечно, сделать вот такую маленькую, а можно большую сделать, как угодно. Мало того, на черепушке, вот здесь только в одном случае есть чубчик. Понимаете? Вот ирокез, да? Делаем. Вот один только чубчик есть. А на других черепках нигде нету. Так вот вопрос возникает. Это действительно оперение, да, характерное для кулиндра Мелса или случайно где-то оперение под черепком лежит? Отпрепарировать практически невозможно, потому что оперение очень тонкое. Вот если у кого-то были цыплята, вот пушок, который покрывает цыпленка, вот примерно вот такое оперение здесь у нас, у многих динозавров. Ну вот, чего еще не хватает? Не хватает, конечно, конечностей. В этом году нам повезло. У нас, вы видите, вот маленькие чешуйки, курицу, сварите ножки, да, на ноге вот цепочка, да, чешуек получается. Так вот, мы такие цепочки находили очень много, но мы писали как, хвостовые, чешуйки хвоста, чешуйки хвоста. В конце концов, Паскалю на коллекцию подсунули, он говорит, ну так это же ноги, а че ж ты молчал до сих пор, коллекция лежит, посмотри. Так, получается как, на хвосте идут чешуйки в два ряда, и сочленение их вот такое острое, а на ногах это один ряд чешуек. Так вот, их всего три, три таких ряда. То есть, понимаете, или просто мы их не находили, но в этом году очень большой, то обычно два-три чешуйки, в этом году чешуйки хвостовые, почему-то, десяти, вот такой. Значит, и так, паре реконструкция, конечно, очень хороша, но есть масса черных дыр. И, вы знаете, нам, конечно, это недоступно, но за рубежом, когда вышла эта статья, где описание есть, посыпались Паскалю такие отзывы, что он, бедный, тут же написал о продержении. Понимаете, и вышла вторая статья, где он, ну, пытается объяснить. То есть, там его хорошо взгрели. Но, если его взгрели, то нас тоже, потому что эта статья, которая вышла, да, первый Паскаль, вторая я, Даниэл третий, четвертый Болотский, Александр Сизо, Мария Макнамара, и Бентон, и Пауэр Экспанна. То есть, я соавтор этой статьи, так что, и мне досталось, поэтому, я привезла вам, так что, в музее будет эта статья. Теперь можно спокойно кулинда драмео за байкаликус, хвост и гриву, чистить, как вам угодно. До тех пор, пока не вышла статья, это было там, это нельзя было. А когда вышло, все опубликовано, закон приоритета, правила приоритета, ничего не страшного. Вот так вот. Значит, для реконструкции нормальной скелета очень многого не хватает. Поэтому вопрос, который мне задают, так сколько лет вы будете ездить на эту кулинду? Я отвечаю, пока не соберем полностью. А скелета-то нету. Понимаете, есть разрозненные, вот Болотский, который работает в Благовещенске, ему легче. Он три года копал скелет своего динозавра. Три года. Но это динозавр одиннадцать метров, высотой четыре метра. У них смонтирован в такой, ну, огромной, получается, аудитории. Вот, ну, представьте себе, сколько работы было. И действительно, там уникальные сборы. А у нас, приходишь, и целый день колотишь две косточки. И хорошо, если две. А бывали дни, когда у нас жалкие позвонки, и все, и нету. Поэтому, конечно, работа будет вестись и вестись. Вы уже знаете, и уже говорилось об этом, что у Линдед Ромеус уникальный, да, зверек. Почему уникальный? Аналогов нет. Если бы были аналоги, мы бы могли сравнивать с Китаем, с Японией, и так далее. Аналогов пока нет. Он, оперионный, посмотрите, значит, это оперионный динозавр, оперионный, с чешуйчатыми хвостами, с чешуйчатыми хвостами, и с фрагментами кожи. Вот, буквально, позавчера, да, позавчера, мы не ожидали даже, я бью породу, и там вот такой шмат мелко-муглистой кожи. Но не было кожи, да, нам весь сезон уже заканчивается, не было ни одного остатка. А тут прекрасный остаток кожи. Поэтому, чтобы такое сочетание было, такого нет. Немножко напоминает нашего Кунина Дромеуса оперионные динозавры Китая, для Амин. Значит, там, да, оперионные динозавры, но у них нет хвоста чешуйчатого, у них нет кожи, есть только, вот, перья, оперионные. И еще, что самое такое необычное. Паскар считает, что наш зверек растительноядный. А китайские, все оперионные хищники, у нас, я говорила, в прошлом году, у нас один зубчик хищника найден. Один зуб. Больше мы ничего, к сожалению, не нашли. А, значит, палеонтолог, который занимается зубами хищников, сын Болоцкого, из Боговещенска, говорит, да, это хищник, но попробуйте найти его кости, попробуйте найти еще его зубы, и так далее. Это трудно. На тысячу растительноядных динозавров в захоронениях, как правило, один хищник. На тысячу. Поэтому попасть на него, ну, это надо бы вкусыть. Кто из вас хочет, да, может приехать на Куринду, даже в наше отсутствие, просто и походить, посмотреть на эти склоны и на наши тропки, по которым мы ходим. Каждое утро по такому крутяку, наверх, там отработали, вниз, со простами, так сказать, на животе, и не держим, потому что, боже, упаси, где-то потеряешь, да, а целый день его выколачило. Тяжелая, конечно, работа, я вам серьезно скажу, особенно сегодняшний сезон. Мы вставали, фавориха в пять, мы в шесть, и за всем уже приезжали. Сиденович, наш шофер, он на нас смотрит и говорит, а может быть в три? Давайте тогда в три. А чего? Да, потому что уже жара, уже в этом, пекло, ты начинаешь колотить, действительно, тут надо с этим переносом, да, это ерунда какая. Ну так вот, значит, и еще такая деталь. Значит, у нас проблема, которая до сих пор не решена, и в этом году мы ее не решили. Вопрос, растительноядные динозавры что ели. В захоронении преобладают талоны или обрывки печеночных муков. Я вам говорила, что это что-то такое слизкое, да, напоминает вот кисель и так далее. Вот мы к паре-ботаникам прицепились, они могли это есть? Она говорит, я бы не смогла, может быть они едут. Это мошкина Ирина Михайловна с Иркутска. Она говорит, фу, какая будет гадость. Вот, хвощей мало. А хвощей, вы все знаете, у кого есть усадебный участок, то это в клетках есть кремнеземы, то есть силицил-2. Тоже не ахтикак, не съедобная. Вот, хвою, хвойный лес очень далеко. Почему? Потому что в захоронениях иголок нету, а есть только летучки. А летучки с ветром могли прилететь бог знает откуда. Вот, тоже нету. Есть немного листостебельных муков, но их очень мало в захоронении тоже. Поэтому, что необычное, ваша куринда единственное место в Забайкале, а я могу сказать, надо будет с вами ботаниками переговорить, может быть и в России, где есть коробочки сплохновых муков. Сплохновые мхи, это мхи, которые селились на трупах животных и на гниющих водорослях. Значит, можно представить себе, что на трупах динозавров селились эти мхи и на водорослях, ну вот на этих печеночниках, которые там плавали. А коробочки, это такой, получается, элипсовидная, значит, форма с таким хвостиком, красивых. Они очень красивые и действительно единственные за Байкале. Больше не знаем где место, где бы эти сплохновые мхи. Селились на трупах динозавров, наверное, потому что другого ничего не было. А водоросли, чтобы были такими комками, тоже не встречаются. Если в Штатах и в Монголии встречаются экскременты динозавров, то, к сожалению, у нас в Куринде нет. Сегодня мы говорили о том, что следы, да, следы динозавров почему не встречаются. Вы знаете, тонкий ив, тонкий ив на озере Куриндецком, но нету нигде следов динозавров. То есть, причине такое, что они не заходили в озеро. А вот пляжи огромные были. На пляжах наверняка погибали, может быть, детки там и так далее. Расчленялись, потому что, сейчас скажу, и, наверное, временными водотоками все-таки части сносились в озеро, а следов нету. И еще, в трех каналах геннадий динозавры, а их канал всего где-то около 15-18, только в трех есть динозавры. В динозаврах есть кости, которые не паскаль, в Идефруа, ни благовещенцы не могут определить. Мало того, мы посылали в Москву птичникам, которые занимаются ископаемыми птицами. Мне сказали, вы знаете, ну, один к одному остатки птиц. Ну, я таких не видел. То есть, есть кости, которые очень похожи на птичьи. А потом, скажите, пожалуйста, тоненькие, вот такие ребра, тонюсенькие, ну, два-три ширина, два-три миллиметра. И мощи кости, конечности, тоже, где-то, ну, 10 сантиметров. Тоненькие, тоненькие. Что это за динозавры были? То есть, трудно себе представить, что эти ребра и эти тонкие для динозавров. Скорее, конечно, птичьи. Но пока мы не найдем черепа птицы, скрюон, пока мы не найдем нормального птичьего оперения, кто нам не поверит. Поэтому загадок, сколько там еще на Гулинде, это миллион. Понимаете? Мы каждый год приходим, что-то находим, сразу к специалистам, а я не знаю. Ну, и мы заворачиваем, пишем, проблематика. И если бы вы посмотрели, у нас этой проблематики уже, да, несколько коробок. проблематика. Кто будет заниматься, не знаю, и когда. И под конец мы здесь смотрели, значит, аспиранка Паскаля, да, занимается составлением реплик, или скорее моделей наших костей. Да. Для чего? Она будет уточнять вот эту реконструкцию. Потому что она сделана, видите как, по разрослым костям, она будет вот эти макеты как-то сопоставлять и так далее, и так далее. Заинтересовались этим я, японцы. Они предлагают повезти все в Токио, заплатить перевозку и так далее, и так далее. Будут демонстрировать это у себя, они очень заинтересовались. Вот китайцы заинтересовались. Но китайцы страшно, потому что народ такой приедет, все выгребит вплоть до мышки, или если там найдет какую-то мышку. Японцы более благородные. И наш руководитель новый согласился, что будем работать с японцами. Ну, не знаю, на будущее как будет. Вот такая ситуация. Давайте вопрос, кого интересует, что. Где она находится? Кулинда. Значит, Ново-Илинска, знаете, знаете, доезжайте до Ново-Илинска, и поднимаетесь через Тунгусский Алло, через речку, там дорога идет, на водораздел. Три километра перевалили водораздел в Пачку-Илинда, она безводная. И наши каналы, это найдете закрытыми глазами. Альга Анатольевна была не один раз, так что она могла повезти и уже работать как гид. Потому что сколько раз были там? Ну, несколько раз. Я не знаю, только не называя фамилии, значит, на каналу третью очень крутой подъем. А она привезла в Босоножках даму. И вот одна дама в Босоножках, помните, до середины дороги дошла, говорит, все, с меня достаточно, я слегкаю. Потому что подниматься наверх, конечно, во-первых, жарко. Во-вторых, понимаете, кто был на Алханай? Алханай, святая вершина Бурят у нас. Там паломники, когда поднимаются на вершину, они поднимают камень и на борт, поднимают и на борт. И получается борта каменные. Почему? Чтобы облегчить идущему следом дорогу. Так вот, у нас, ну, не совсем, но мы так, швыряем направо-налево, так что дорожка, без камней, а рядом камни, конечно, огромные. Еще что-нибудь? Кто-то мне спросил, а сколько вам лет? тут спрашивает? Ага. Вы понимаете, года определяются по дому, а так себя чувствует человек. 20, 30, 40, можно 20 уже сидеть вот так, да? А можно 80 бегать по дорогам. Так что сколько лет много. Как мне сказали, я смотрю на своих сотрудничков, а у нас так, вначале одна группа уехала, а потом вторая уехала, третья, и сейчас остался школьник, студентка, цедрич, и я. То есть, представляете, мы пары, еще наладили, все остались в темняшках, все остальные сдохли от вашего 42-45. Да, действительно, тяжело. Ну вот, значит, ну так вот, вопрос о том, сколько лет, это ерунда. Почему? Потому что, действительно, начал влез, да, назывался этим груздем, залез, кузовок, теперь пошел. Да, было бы кому передать. А студенты, два парня, которые должны были ехать с нами, горняки из университета, ну мы рассчитываем на то, что два парня кого-то сагетируют палеонтологи. Под конец отказались. Жарко и не платите. Жарко и не платите. Ну вы стоите человеком. Знаете, в Монголии начальник отряда у меня было Е70, мне за 70. Она говорит так, 42 сегодня в Монголии, пустыня Гоби. Если выдержим, на это можно работать. Если сдохнем, давай, Софья, будем завязывать. Мы пошли 42. Я вам честно говорю, идем маршруте, впереди лес. Вы представляете, в пустыне Гоби впереди лес. Думаю, все, ребята, на том будем завязывать. Пошла вперед. А это, кажется, цепочка Ильму вдоль оврага. Вы представляете, там видно, вода подходит. Я села под Ильму, я 3 часа сидела. Плевать было на маршрут, на то, что я его запорола. Ничего, потому что горели. Молоток был раскаленный. Молоток. Гуки врага не возглавляли. Ну ничего, выжили. Сказал один студент, который смотрел на нашу работу. Соли Михайловна, это работа обезьян. Сиди и колоти. Сиди и колоти. Другое дело, что у меня лупа, я постоянно смотрю, что мы выколотили. Понимаете? А так, конечно, если без лупы, ну как, ну формят какой-то фалангий, так, и так далее, и так далее. Да, действительно, обезьянник, сиди и колоти. То есть, это очень сложно. Понимаете? Это не просто так, что, а, селиться столько лет, она, что она? Она колотит. Поэтому мы выколачиваем. А удар, конечно, если по-честному, да. Если я вврежу, то и бой, то, наверное, будет такое пухо. Ну, в общем, цены вам вврежут. Скажите, вы у нас работали в 70-х годах. В 70-х? Да. Съемка была. То есть мы, понимаете, что такое биологическая съемка? Ноги в зубы и бегом. Наматываешь километры, понимаете, тут уже не колотишь. Образец берешь, а границ записал в сумку и бегом вперед. 20-30 километров надо. Ну, это такая сумка. Так, 10-15. Но если с проголодкой хорошей, 7-5. Это съемка была. Психологическая съемка. А, видите, политологические работы резко отличаются от съемки. Съемщики все бегают, а мы сидим и колотим, и колотим, и колотим. Поэтому... Я хочу, как бы вам задать, что вы видели и не случайно нашли. А я вот думаю, в каждой случайности есть закономерность. Сколько до вас пошло человек, и не нашел никто? Сколько поднимали этих камней? Правильно ведь? В вашей случайности закономерность. Не знали бы в этих постах, не видели бы этих костов, не изучали бы вы их, вы бы никогда не нашли. Правильно ли? Это закономерность. Это итог вашей работы раньше. Я отвечу. Значит, магистральные каналы это Сосновская экспедиция Урана. Документируют каналы девочки или мальчики из горного техникума, из горного колледжа. И зачастую, вы мне извините, двоечники по палеонтологии. Понимаете? Их научили как? Что это вот, ребята, оставьте древесины. Все. И у них закодировалось, что все, что находишь вот такое, это древесина. Поэтому я смотрела документацию, там было написано древесина, древесина, древесина. Не после древесины, вот это было ошибкой, конечно. Ну, они, знаете, когда начинаешь с Сосновичами говорить, что вы на Кулинде пропустили местные динозавры, они зряются дико. И сразу, а, а, а. Вот еще лекции будешь читать. Как-то это поощрение, что... Да вы что? Где-то, как-то, на 10-е, в какой-то... Нет, жалко, что у моих нет струбниц. Да вы что? Как относимся на... Да, да. Нет, то, что у вас такое местонахождение, да, действительно, вам надо гордиться, потому что нигде в России подобного нет. А если Паскаль прав, он сказал, что в мире подобного нет. Мы-то так скромно, в России нет аналогов. Нет аналогов. Вот понимаете, 160 миллионов. Да. Это... Динозавр умирает напрочь 65 миллионов лет назад. Напрочь они вымерли. 65. А это 160. Представляете? Да. То есть это твари, которые могли жить. Да. А вообще, это видно. Да. Может быть, как бы не энтузиазм только отработать, А надо как бы глупо научное создание. Чтобы все это лопатить, в мире лопатчивать, переписывать, описывать. И не только нашли, но потом все это довели до этого. До ума на этом должна как бы группа создана. Хотя бы сейчас я вам сейчас отвечу. Значит, Ля Нин в Китае, где вот опередные хищники. Фотографию мне показывали, монографию я смотрела. Там вот так скалы, и их как муравьёвы. Человек 100, наверное, тык-тык-тык-тык-тык, все работают. Знаете, и у нас два горняка, и то. Зачастую мне говорят, ну, а вы платишь. А я говорю, вы попробуйте горной в жару, да, помашите там, покидайте эти камни. Да, я посмотрю на вас. Два человека больше не выдерживаются нету. Да. Я вам говорю, что два студента, почему они выдержали? Два парня. На джазе одни девушки настали. Хорошо, Илья приехал, да, в последнее время, да, а до этого одни девицы, да. Почему? Потому что я сказала, ребята, у меня всего-навсего 20, я могу вам по 20 заплатить 100, сотни камня, так и деньги в работу будут. Все. Поэтому упирается, конечно, в то, что нет заинтересованности, а вы попробуйте. Ну, как я могу? Я расскажу вам все, я вывернусь наизнанку, да. Но, поскольку платить надо, да, что надо, а иначе не поехали. У нас одни девицы. А, ничего, мы темняшка. Но это интузиарно просто ваш. Естественно. Я, знаете, разговор был такой, все бывает в жизни, да, мне много лет, замена есть, нету. Мне просто сказано, готов замену, но я попыталась, значит, готовить замену, да. Начали готовить, начали готовить, ну и что у нас закончилось, что он не поехал в поле, а я не могу выехать. То есть, мы можем, мы выезжаем в поле, а он мужчина, не могу. И мы так, и этак его, и никак не соблазнили. так что, да, ученика пока нет. Были ученики, на это были девы, которые, ну, рожали, выходят в замуж, ну, понимаете, сразу быт заел, и все, и так далее. Меня не пускает муж, да, а другая двойная дела, сидит дома, да, и так далее. Это знаете... Это знаете... Меня спрашивают, можно ли клонировать ваших динозавров. Я говорю, хоть сейчас, там пусть клонируете. Считается, что большая часть сейчас динозавров теплоконны. И перья теплоконны. Больше, больше части. А? Ну и что? А рептилии куча теплоконных есть. Это вы по аналогии со змеями, которые на камне греются, причем носить. Я, шиницы, змеи, я туда же... Да. Динозавру большая часть теперь считается теплоконными. Это какая? Ну, это давно уже теплоконность. Не в это вот время последнего. Так, теплоконные, теплоконные. А так же вы все читали. Нет, а тогда у меня вопрос к вам, а зачем им тогда перья, вот которые были, штаники здесь из перья, на головке перья, да, все тело, понимаете, ведь есть как делать реконструкцию, то реконструкция его напоминает андатру. Вы обратили внимание? Андатра только хвост вот чешуйчатый, а та тонкая шерстка здесь на теле. Для чего? Андатра плавает. Это защита только, но у нас теплоконные. Да, мамали. Давайте еще вот такие вопросы. Школьников, мне, в прошлом году, вы помните, был какой-то мальчик, который интересовался, динозавр, который завалил меня вопросами. Ваня Шимохин. Да, 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 вопросы, разные вопросы. И я уже крутилась, как уж на столовую. Действительно, я ответить не могла. Я ему скажу, что вы вспоминали. Да, передайте. Да, хорошо, память оставлю. Где запасы каменного узля? Там, там, встречаешься, или там, что это же тоже Андрей Вселя? Вы знаете, в Забайкале есть три точки, где найдены динозавры. Первая точка, 1908 год. угольное месторождение, район Новопавловки, это природский завод. Там найдена была косточка одна. Значит, ее увезли сразу в императорский музей в Санкт-Петербург. И палеонтолог Рябинин в 1915 году уже описал, что это кость хищника аллозауруса. А поскольку сравнивать с американскими он не мог, он выдал аллозаурус сибирикус. Вот это первая точка. Повторить ее мы не можем. Мы периодически приезжаем туда, по карьерам ходим, а находка была в шахте. 25 сажений от поверхности, так было привязано. Шахты затоплены. Мы по карьерам походили, походили, рыб нашли кучу, а динозавров нет. Это первая точка, самая первая точка в России. Больше в России такого возраста не было. Вторая точка в скважине возле Мирсанова, на левой берегу Шилки, возле Слава Мирсанова, пройдена скважина и там была найдена маленькая косточка, тоже растительная, там хищник, растительная для одного динозавра. Тоже палеонтологу прислали в этом гербинину, он определил пси-такозавр. Пси-такозавр это динозавр, это попугай. У него вот такая вот ключ такой здесь была. Все повторить невозможно, потому что надо бурить, а деньги вверх. И третья кулинда, но в отличие от Петровского завода одна косточка, от Мирсанова одна косточка, у нас в кулинде их тысячу и разнообразие вы видели какое? Это не просто там. Другое дело, что нет сочлененных, нет скелета. Вот это всех настораживает. Почему нет скелета? А почему, ну, я пытаюсь как могу объяснить, но нет скелета. Все разваливалось, сносилось все дождиком и так далее, и все. Значит, три точки. Точку нашу кулинда можно пощупать, точку можно изучить. Это, пожалуйста, приезжайте, пожалуйста, изучайте. Она открыта. Мирсанова бесполезна, это уже историческое. И Петровский завод, Новопололока, то же самое. То есть мы ходили, мы связались с угольщиками. Они говорят, вы знаете, вот все понятно, найдена была первая кость, но сколько мы не работаем, не видели никогда. поэтому... Поэтому... У меня там плетняк... Нет, вы понимаете, для того, чтобы найти что-то, нужны деньги, нужны работы, вместе с отцами. То есть это надо переколотить разрез. А там растений куча. Среди растений что-то не видно. Вот Алловский плетняк, это же тоже осадочная оборота. Конечно. Она холодно. Пища. Такая же, как динозавры. Петняк. Может, поэтому там и сократились в Петербурге? Нет, вы знаете, мы тоже там колотили. Мы же по всем траншеям прошли. Когда начали, когда нашли динозавра вот на Куринде, мы до старого Алова потянули все канавы и так далее. Там же блюдо-собных канав очень много. Все. Нигде ничего. То есть, ну, понимаете, мы набили руки. Понимаете, мы уже знаем, где что искать и как искать. Ну, не понятно. Когда они в меж в воде держались. Может, но нет сухой. Да. Вот в этом надо на Байкуле. Это ваша работа? Да, А кто нас в виде старшего? Видели? Да. Значит, есть такой сухой Байкуле. В сухом Байкуле, когда поднимаешься на ток, да, вот под деревней, проехал вниз к сухому Байкуле, то на ток поднимаешься, здесь несколько оврагов. В оврагах тонко-сроистые породы. Ударите вы по слоистости, там насекомые, там целая куча, там такие стрекозы, такие вот, маленькие поделки, жучки какие-то разные, и щитни. Щитни, если вы детей с лужи убирали, в лужах очень часто вот такой панцирь, кругленький, а снизу ножки, 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 розовые там, это щитни. Да, такие. Так вот, щитни с динозавровами. И вы знаете как, когда меня спрашивают в Монголии, вы в Монголии искали динозавров своих? Я говорю, ребята, я искала щитни в Монголии, потому что это сопутствующая фанна у нас. Щитни легче найти, нежели динозавров. Вот, в Монголии есть четыре точки, где щитни. Но динозавров там не найдешь. Если, конечно, копаться там, но на все нужны деньги. Так просто, я приехала, чисто случайно, хоп-хоп, приехала, тут же нашла. Так не бывает. Надо работать, ковырять, копать, копать, копать. Но щитни это сопутствующая фауна динозавров. В сухом Байгуле они целенькие, красивые, такие, с ручками и с ножками. А на Кулинде они размножаются, сбрасывая панцирь. На Кулинде сбрасывают панцирь, они панцири одни только. А на сухом Байгуле брюшка, вилочка, выставают из церкви. Можешь, поднесенечко. Там хорошее место. А вот разноидность и вид, а виды какие-то были, что-то ничего не находили? Озеро Кулиндинское, это озеро Вуколическое. Это вода кислая. И в кислой воде моллюски не живут, в кислой воде рыбы не живут, в кислой воде будет что, насекомые. И там, знаете, от чего полно? Ударите матком, да даже ударить не надо, поднимайте моготок. Домики ручейников. Ручейников, личинок, там миллион, они, видно, их ели, потому что есть жеванные. Вот такие, чувствуется, как бы, знаете, прожевал, выплюнул. Вот есть жеванные. Очень много. А там, конечно, бедное озеро, очень бедное. И закисло, закислое среди. Оно вулканическое. Рядом вулкан, Жуев, это Ново-Илинский вулкан, плевался. А возле старого Алова есть вулкан, который, его назвали, фараон. Вот он, 168 миллионов, он давал весы с новым материалом. И многие геологи считают, что динозавры, кулины, погибли именно от извержений вот этого фараона. Почему? Потому что пепел его, это кислый, 600-700 градусов. Пепел. Представляете? Попробуй там пожили. И получается, видите, от того, что пепел такой горячий падал в озеро, сохранилось вот эти фрагменты кожи. А иначе, представляете, кожу бы сразу сожрали. Там мало чего было. Там всякие простейшие, там рачки и так далее. Кожу бы сели. А кожа сохранилась. А раз сохранилась, значит, консервация хорошая была. Перекрыто все пеплом горячим. Это прямо на голову полок и вот эта гора. Да, да, да. Это крестовка у нас. Ну, крестовка. Ну, у нас это фараон. Ну, вот такие вот у нее какие-то все эти... Лавы, лавы, лавы. Да, да, да. А тут в Новопавловке тоже вот такая вот пепка торчит, значит, жуир тоже. Но он помоложе, 104 гиллиона. То есть, это не наш, это уже пост. Новоелинск, да. Новоелинск, да. Новоелинск, да. Новоелинск, да. А фараон наш, это он давал. А озеро Кундинское, вот прикиньте, давайте так, вот Новопавловки, ой, Новоелинска, да, вот старого Алова. Хотя бы вот это место возьмите. А так это озеро протягивалось еще дальше. Огромное было. Вся Оловская, 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 это было. Ну, были, конечно, там острова какие-то, потому что вылезает фундамент периодически. Но это да. Вот Новоелинска до Старого Алова. Ну, а тут, поскольку была съемка геологическая, представьте себе, я до того, до динозавров, здесь бегала в маршрут. То есть, я даже не думала, что мы найдем динозавров. Мы носились в маршруты, писали и так далее. Все это. Как ты делаешь? Я почему так интересуюсь, потому что со Старого Алова вы мне рассказываете, я тебе это все представляю. Поэтому... 168 миллионов. А вдруг он начнет опять извергаться? Нет, он... Должен, должен... Нет, спящий, можно посидеть. Должен потухший, да. Спящий, это... Да. Ждите, что он начнет плеваться. А это потух. Ну, все, уморила я вас. Казаки-десяти. Ну, все, уморила я вас. Ну, посмотрел так приятно. Вычеркнительница, танцует. А у нас, ну как, суровые, суровые, суровые люди. Вы знаете, у нас приехал шофер, который должен нас выпасить. Второй. Саданчик у нас старый, в Квардии. А этот приехал, который, ну, новый. Он привез, думаете, чего. Мы пришли после маршрута. Жара. Мы все бегом. Компот выпиваем в ведро. Вы представляете? Три-четыре человека. Пришли все такие. Помылись. Спать. А он с гитарой. Ля-ля-ля-ля. Я говорю, Паша, прекрати, мы спать хотим. А он ля-ля-ля-ля-ля-ля. А что, говорит, геологи? Понимаете? А нам ведь не до гитары. Так, уже не до гитары. Честно. Раньше, может быть, геологи, когда была, может быть, было, додетала. А сейчас уже. Вот этот год у нас самый жаркий. Не, а почему такое пекло? Не знаю. Вот я записываю, каждый год, вы правильно сказали, в 10-м году было, неделька у нас, в конце июня, плюс 43. Потом все, в июле было уже, до 30-ти, но лучше не было. Меньше, весь июль, 40-39-38. Не, а вы знаете, вы, может быть, дома не ощущаете, но мы ощущаем, в палатке очень хорошо быть. Резкая. Холодрыга такая, что... Да. Накрываемся сразу. Резкая. Ну, я всегда говорю, царь знал, куда ссылать дегабристов. И все по-верху. Ну, что? Если нет, если нет, ничего, да. Так, и еще немножко. Значит, старые коллекции я посмотрела. Многую, мы ничего не привезли, обычно мы привозим коллекцию. Почему? Все у нас уже упаковано. Вот. Но в Чите, поскольку у нас есть дегабристов. Вот. 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 Продолжение следует...